Привет, меня зовут Валентина, и мы сегодня будем говорить о том, как мы воспринимаем музыку. И знаете, я часто слышала такой распространенный стереотип о том, что если ты слушаешь по псу, значит ты тупой. И вообще, зависит ли твои предпочтения в музыке от твоего интеллекта, и вообще, можно ли так говорить или нельзя? Друзья, значит, я вам не буду говорить однозначно, тупой ты или не тупой, просто расскажу о том, как человек воспринимает музыку и что от чего зависит. Именно с точки зрения академического музыканта, потому что я закончила консерваторию, и мы очень много рассматривали то, как музыка воздействует на человека и как человек воспринимает музыку. Поэтому я вам дам универсальный, так сказать, универсальный способ, как можно рассматривать и изучать музыку, и защищаться от тех людей, которые говорят, что фу, ты слушаешь джаз, наверное, у тебя что-то не так. Музыка имеет пять каналов воздействия на человека. То есть мы воспринимаем музыку с пяти вот таких вот сторон. Первая сторона — это мелодия. И вот тут начинаются интересные такие моменты. Вот пять каналов, давайте я вам их сразу перечислю. Мелодия, гармония, ритм, тембр и форма. Буду конкретно рассказывать, что обозначает. Значит, смотрите, вот тут начинается самое интересное. Каждый человек, ему что-то ближе. То есть кто-то всегда покупается на какую-то из этих сторон. К примеру, если в песне очень... Нет, если человек больше чувствителен к мелодии, то есть ему важно слушать песню, и чтобы она такая была... Та-ра-ра, 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 та-ра-ра... И он прям, о-о-о, да, мелодия. Он будет слушать вот такие вот мелодичные песни. Меладзе, Чайковский, кто у нас еще мелодисты? Рахманинов, возможно. То есть то, на что будет его откликаться как бы внутренность. И это не важно, классика, или это попса, или это джаз. Он услышал вот эту вот категорию, вот ему мелодия нравится, и все. И он слушает все, что мелодичное. Даже если вы посмотрите на свой плейлист, вы заметите, что там могут быть совершенно разные песни. Песни средневековья, бах, там какая-нибудь монеточка. Это все перемешано, но одно что-то их объединяет. Второй аспект это гармония. Вот я, допустим, я обожаю гармонию. Вот вся музыка, мне не важна ритм, мне не важна мелодия, мне важна гармония. Вот давайте, если вы не разбираетесь, не знаете, что это такое, объясню вам коротко. Гармония — это сочетание аккордов между собой. То есть это вот как бы вот это вот облачко нот, которое взаимодействует... Это облачко нот, которое взаимодействует друг с другом и строит вот красивые последовательности. Поэтому мне безумно нравится Рахманинов, вот его гармония. И знаете, кто мне еще нравится? Мне нравится Рамштайн, потому что у них очень специфические гармонии. Я думаю, что я сниму видео и расскажу про гармонию Рамштайн. Там очень много чего интересного. Не важно, что это рок, а там классика. Мне нравится, потому что у них есть что-то интересное в гармонии. Дальше. Ритм. Третья сторона воздействия — это ритм. Если вы покупаетесь на ритм, если он вас привлекает, то как в классике, так и в современной музыке очень много каких-то ритмических вот таких вот интересных произведений. Допустим, в классике это Стравинский. Вот, кстати, я вам, наверное, вставлю сюда послушать маленький отрывочек из балета Стравинского. Да-да, это классика. Значит так, смотрите, если сейчас будет звучать музыка Стравинского, значит прекрасно. Значит, YouTube не заблокировал. Если вы ничего не услышите, просто имейте в виду, что YouTube не пропустил это видео, и мне пришлось это вырезать. На самом деле очень интересный такой отрывок, и даже сразу не поймешь, что это классическая музыка. К примеру, Бетховен очень ритмичный. То есть люди, которые любят такое что-то пожестче, они будут слушать Бетховена. И, кстати, вы тоже можете послушать. Я думаю, что ритм еще может... Вот, кстати, джазовое произведение тоже очень-таки интересное по поводу ритма. Далее, тембр. Следующий пункт это тембр. Ну, это очень просто. Возможно, кому-то нравится электрогитара, он будет слушать электрогитару какие-то песни. Кто-то любит фортепиано, у него больше будет преимущественно фортепиано музыки. Кто-то любит скрипку. То есть есть еще и разграничения по тембрам. И последняя категория воздействия музыки на нас это форма. Тут нам больше вопросов именно касаемо формы, потому что форма это то, по каким законам выстроены части. Допустим, в песне мы знаем у нас куплет-припев, куплет-припев, бридж, что-то еще. Допустим, симфонический цикл, допустим, сонатная форма. Там немножко части по-другому выстраивают. Вот я вам рассказала пять сторон воздействия. Так вот, почему некоторые люди говорят о том, что если ты слушаешь классику, значит ты умный. А если ты слушаешь попсу, то ты тук-тук. На самом деле, мне кажется, это совершенно ненормальное осуждение. Это какой-то стереотип. Люди слушают музыку вне зависимости от жанра, вне зависимости от принадлежности к эпохе. А люди именно слушают музыку именно в зависимости от вот этих вот сторон воздействия. То есть им нравятся они либо мелодисты, либо им нравится гармония, либо ритм, либо тембр, либо форма. И именно исходя из этого люди выстраивают свои предпочтения в музыке. А такие мысли о том, что, ну вот, все там нобелевские лауреаты слушали академическую и классическую музыку. Ну там, допустим, а такой вопрос, а что, те люди, которые жили раньше, они могли слушать Моргенштерна, нет? Откуда? Просто другой музыки и не было. То есть для них это вот классическая или академическая музыка в нашем понимании. Она была для них музыкой повседневной. То есть они и не могли ничего другого слушать, поэтому они это и слушали. У нас сейчас есть много разных произведений, много разных направлений, много разных исполнителей. И мне кажется о том, что это наоборот очень хорошо, потому что, когда человек слушает, когда человек слушает новую музыку, и у него формируются новые впечатления. То есть некоторые говорят о том, что музыка это очень легкий источник получения дофамина и такой хороший источник для того, чтобы развивать свою креативность. Потому что, когда мы что-то новое узнаем, наш мозг, и мы постоянно на это по-разному реагируем. И когда мы слушаем разную музыку, вот эти вот новые впечатления, они прекрасны для нас, для нашего развития. Если эта тема как-то у вас откликнулась, вы думаете, хотите высказать тоже свое мнение, пишите в комментариях, я тоже почитаю. Кстати, напишите, что вы слушаете. Субтитры создавал DimaTorzok